По словам организаторов, это первый чемпионат, в котором принимает участие практически весь состав сборной команды страны. Среди спортсменов есть как начинающие дзюдоисты из учебных заведений, так и опытные борцы. Двое участников имеют звание заслуженных мастеров спорта. Чемпионат под дзюдо – очередная возможность отработать свои знания и навыки самообороны, ведь они особенно важны для сотрудников МВД. В преддверии чемпионата мира вам предстоит тяжелая работа по охране и общественному порядку, и то, что вы сегодня занимаетесь именно физической подготовкой, я не столько не сомневаюсь, что все сотрудники органов внутренних дел являются премьером, именно здоровая физическая подготовка отличается на отличие от других. С каждым годом число участников растет. В этот раз на татаме сойдутся 54 команды со всей страны. Как отмечают судьи, это не только возможность испытать свои силы, но и получить бесценный опыт от заслуженных мастеров спорта и чемпионов мира. Новичков здесь нет, если новички находятся на трибунах, то это очень важно для них, для повышения своего мастерства, посмотреть, как звезды борются. А здесь в рядах МВД уже служат подготовленные спортсмены, начиная от мастеров спорта. Поэтому здесь новичков нет, но для среднего класса спортсменов, конечно же, это очень важно, выйти на одно татаме вместе с чемпионами, которые защищали честь страны на международной арене. Зюдо – это прикладной вид спорта как для полиции, так и для других органов безопасности, внутренней безопасности. Ну и просто красивый вид спорта. И также показывает, что наши структуры не просто могут сидеть в офисах, а действующие и реально подготовленные люди к любым задачам. Чемпионаты под зюдо среди сотрудников МВД и образовательных организаций России продлятся три дня. Победители получат грамоты и медали. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.